Один путь был, это уехать из Латвии, из своей страны, потому что либо меня убьют предприниматели, не совсем чистые на руку, либо меня просто посадят. Просто из Риги выезжают в заброшенные хутора, где нет крыши нормальной, она протекает, и в таких домах живут, чтобы позволить себе раз в неделю куда-то выйти, там, с девушкой или с парнем своим. У вас не будет этих возможностей. Вы будете постоянно вот в этом колесе, как белка. Мэр города Риги, вместо того, чтобы заботиться об асфальте, он открывает гей-клуб. Действительно не разочаровался, приехав сюда. Лукашенко пользуется уважением у народа. Приземлившись на вертолете, с автоматом на плечах, он сыном был. Это очень сильно, на самом деле. Я шел по предвыборной программе, 14-й Сейм Латвии, это главный законодатель по-латвийски, прошлым летом, и я столько всего наговорил, ну, как бы уже, я даже не хотел то, что, так сказать, попасть в политику. Я больше хотел быть услышанным, наверное. И шел от русского региона, как раз латвийского, это Латгалия. Ну, там наговорил те вещи, которые сейчас непопулярны. Есть у нас уже три статьи по тому, чему я наговорил. Это поддержка Российской Федерации, агрессия, так называемая. Потом, в общем, чуть ли не предательство Родины, ну, и все в таком духе. Получилась такая ситуация. Я, опять же, там еще... Получилось так, что наш главный спонсор партии, он не совсем был чест на руку. И он занимался недвижимостью. А так как, ну, мы все-таки за граждан Латвии боролись, и за русскоязычных также, за добрососедские отношения с нашими ближайшими соседями, как Республика Беларусь, Россия. Соответственно, в наших интересах было процветание Латвии. Но когда тот же наш спонсор партии, извиняюсь, в общем, делал все, чтобы наши люди уезжали за границу, ну, я как бы немного, скажем так, в массы рассказал, чем он занимается. А там через договора и так далее. В общем, он набирал людей, забирал квартиры, хутора. Причем за такие маленькие суммы денег. И я понимал, у меня только один путь был, это уехать из Латвии, из своей страны. Потому что либо меня убьют, скажем, предприниматели не совсем чистые на руку, либо меня просто посадят в службу госбезопасности латвийская, потому что непопулярные вещи говорили. Или те, которые просто нельзя говорить вслух. Республика Беларусь почему? Ну, наверное, потому, так как я все время больше был склонен к социальному образу жизни. Я в свое время тоже, как бы, ну, я буду сейчас себе противоречить, потому что я как бывший бизнесмен тоже хорошие деньги имел. Естественно, если бы эти деньги у меня оставались чемоданами, я бы там говорил бы, не надо этот социализм, нужно капитализм. Ну, такая рабовладельческая, скажем, экономическая модель. Вот. Но со временем, как бы, тоже я начал понимать, что не совсем в этом счастье. Потому что тоже имея эти деньги, это столько проблем было. Это надо было постоянно бороться за них. Я даже вот пока занимался коммерческой деятельностью, у меня ни семьи не было, ничего. Ну, это не в этом счастье, наверное. Наверное, все-таки с возрастом приходишь к какому-то такому пониманию, что главнее это семья, стабильность, по крайней мере, уверенность в завтрашнем дне, то, что как раз в Республике Беларусь есть. И я всегда говорил, что если за социализм, как бы, скажем так, идти или стремиться к нему, то это Республика Беларусь, которая, в принципе, как пример всем нашим бывшим странам Советского Союза, а также Российской Федерации, в будущем эта модель будет перениматься именно с Республики Беларусь. Когда мы вступили в Евросоюз, все так как-то восторженно об этом кричали, классно все. Хотя все лично мои знакомые, допустим, голосовали против, ну, все-таки, наверное, постаршее поколение, которые там, может быть, люди, которые только закончили школу, они не совсем осознавали, что это такое. Да, это возможности, это возможности уехать за границу, работать, официально трудоустроиться, опять же, путешествовать, на чем мешает визу сделать. Но получилось так, что у нас тогда были латы, вот, допустим, зарплата была 1000 лат, ну, допустим, поменяли валюту на евро, евро на 30% меньше, соответственно, сразу же у нас доход упал на 30%, а на все остальное, вот, как продукты, вот, там, не знаю, телевизор, бытовая техника, цены еще поднялись. Нас, получается, где-то обманули на 40%, мы беднее стали, ну, плюс-минус. Так же самое и с Литвой случилось, с Латвией. Пожалуйста. Начали работать, зарабатывать. Средняя зарплата в Латвии, я скажу так, сейчас, на данный момент, мужчина где-то зарабатывает около 1000-1200 евро. Женщина, ну, хорошо, если 620, это сейчас минимальная зарплата, да, считается, и до 800. Ну, представьте, хорошо, у вас доход в семье где-то 2000 на двоих, за квартиры сейчас, счета приходят только за квартиры, за коммуналку, где-то в районе от, начиная, 300-500 и до 800, а в некоторых районах даже есть потолок доходил до 1000 евро. Газа нет, газ мы отказали же, санкции, за электричество бешеные деньги платим. А почему мы платим бешеные деньги за электричество? Потому что у нас, в принципе, когда-то Советский Союз составил 3 ГЭСа. Этот ГЭС был рассчитан вообще на 80% потребителя всего латвийского государства. Так как тогда на тот момент были еще какие-то производства, и 20% все-таки, как бы, они раскидывались именно на производственные линии и все остальное, что с этим связано. Но когда мы вступили в Евросоюз, одно из условий было, это мы закрываем все свои производства, так как, опять же, перейдем к теме капитализма. В Европе нужно, как бы, свои фирмы поддерживать, компании, и, соответственно, они заходили на наш рынок. И это электричество, в принципе, из 80% для населения теперь можно обеспечивать все 100%. Но наше государство решило хорошо заработать. А если быть точнее, некоторые, скажем, личности из нашей политической элиты решили заработать. Что они сделали? Они заключили договор с биржей, шведской или, ну, неважно, в принципе. Это биржи, как вот акции продают, там еще что-то в этом духе. И получается, что теперь мы зависим от каких-то скачков непонятных. Если, допустим, из электричества раньше, ну, в месяц приходил счет, ну, максимум там 20 евро, может быть, то сейчас 20 евро, это может быть в течение часа, когда идет какой-то скачок. И некоторые люди получали счета, там, ну, тоже по 1000 евро. Это я вот, у меня тикток очень сильно взлетел, когда я эту тему очень сильно освещал. И я заходил на официальный сайт нашей энергокомпании, и у них было там написано, в какое время, в какой день. Вот там вот ожидается резкий скачок вверх по этим всем индексам. Я об этом рассказывал, я говорил, люди, не забудьте выключить даже холодильник. Я понимаю, у вас продукты испортятся, но это нужно сделать, потому что за этот час вы получите тот счет за электричество, который за месяц. И так во всем у нас. Естественно, мы отказались полностью от какого-либо импорта с Российской Федерации, Республики Беларусь. У нас дрова тоже вскочили в цене. Брикета, вот я снимал последний год, последние даже два года, домик небольшой за Ригой. И у меня как бы печка была. Я вот топил ее брикетами. Если, допустим, два года назад я еще платил за тонну где-то в районе 120 евро, то уже в прошлом году, в августе, мне пришлось заплатить 380 евро за тонну. А к Новому году, вот последняя информация была, в некоторых местах продавали даже по 800 евро за тонну. Брикеты. Только не путайте брикеты, которые сделаны там из дерева, допустим, из опилок, ну чистых, с производственными, которые вот это вот идет как отходы. И вот именно эти отходы самые дешевые стоили вот таких денег ненормальных. И так во всем, на самом деле, чувствуется это. У нас закупается транспорт муниципальный, который, по идее, в Эстонии, допустим, он бесплатный. В Латвии мы за билет, если у водителя покупаем, платим 2 евро. При зарплате 1000 евро. А если вы еще снимаете квартиру, представьте, плюс коммунальные, плюс на транспорт затратить, каждый день туда и обратно, это 4 евро в день, умножаем на 20 дней рабочих в месяц. Это сумасшедшие деньги. Машина вообще уже непозволительная роскошь иметь, потому что солярка у нас, извините, но тоже цена растет. Мы же отказываемся от всего российского, агрессивного, так же, как и от белорусского продуктов, причем хороших продуктов, потому что у вас президент не отказался от ГОСТа, он его сохранил. А у нас чем нас кормят? С Нового года теперь в состав муки, допустим, каких-то мучных изделий, насекомых добавляют. Люди об этом, может быть, даже и не знают. Это такая волна новостей прокатилась, когда мы вступали в 2023 год, но потом как-то все забылось. А если посмотреть состав внимательно, почитать и расшифровку через гугл, допустим, бить, то мы едим реально червей, личинок, тараканов, не знаю, что там еще можно придумать в этом духе. Так что люди просто не задумываются. Все пускают на самотек, ай, ось принесет. Не надо защищать свои права, не надо вообще куда-либо выходить. Пускай все будет как есть. И сами же от этого страдают. Про средний возраст, скажем так, ну такой экономический, активный, который что-то может, не про пенсионеров, будем говорить. Пенсионеры, к сожалению, у нас полностью списаны. Сейчас они только выживают. Какое-либо их мнение вообще нигде не учитывается и даже не спрашивается. Они заняты тем, что они действительно думают о том, как скооперироваться вместе по несколько бабулек-дедулек и, может быть, жить в одной квартире. Остальные все распродают и на эти деньги живут. Да, это реалии жизни. Я знаю также много случаев, когда просто из Риги выезжают заброшенные хутора, где нет крыши нормальной, она протекает, где стены худалые, где окна еще старые, советские, деревянные, которые уже полностью прогнили. И в таких домах живут. В основном это в таком депрессивном районе, как Латгалия. И сейчас вот плавно переходим как раз к экономическому, активному населению Латвии, которого в Латвии нет. И я теперь объясню, почему. Чтобы прокормить свою семью, если у вас ребенок в семье, опять же, сейчас у 70% наверное нет даже своей недвижимости. Они все все снимают. Это, кстати, европейские ценности, к которым мы идем. Что когда у тебя ничего нету, ну ты якобы счастлив. Ты мобилен, у тебя ничего нет. Что хочешь, что и делай. Так вот эти люди, в основном парни, уезжают за границу работать в Германию, где зарплата минималка 1600 евро. Но так как страна Германия сама является производителем, у нее даже цены дешевле на продукты. То есть, когда к нам они приезжают в Прибалтику, они дорожают только за счет того, что логистика. И плюс, ну все-таки водителю зарплату надо заплатить, налоги и все остальное с этим связано. Но в Латвии 620 минималка, а цены выше на продукты. А в Германии ниже цены на продукты. И даже за коммуналку. Сейчас цены реально выше в Латвии. Я повторюсь, это слушается невероятно. Как будто Латвия супер развитая страна. Но это не так. В Германии все ниже по ценам, выше минималка 1600. И действительно на эту 1600 можно есть и скромно жить, снять какую-то комнатку, кушать и отсылать в Латвию. Ну примерно начиная от 500, ну хотя бы до 800 евро. И на эти деньги хоть как-то, жена работая, допустим, плюс вот эти деньги сверху, может прокормить ребенка, купить подгузники, заплатить за квартиру. Ну и в общем потратить на транспорт до работы туда и обратно. Вот такая ситуация. Молодежи нету. Для меня шок был, когда я сюда приехал, что я вижу молодых людей в коляске. И люди гуляют, улыбаются, у них другое настроение. Да, может быть вы не так хорошо живете в плане, там зарплаты у вас на космические, но вам на все хватает. Вот это нужно ценить. А у нас, у нас люди обозленные. Потому что они думают только о том, как выжить. И это, это тяжело. Это очень тяжело. Мне в комментариях часто пишут там такие вещи, что, ой, у Республики Беларусь такой-то долг, у Латвии такой-то долг. Но у нас Европа, там, цель Европы уже, на самом деле, уже не Европа. Ну давайте хорошо, сравним вот эти долги по ВВП, там, и всему вот таким умным словам. Я просто скажу, у вас есть производство. Вы берете деньги в кредит. У вас есть гарантия, что вы его можете отдать. Вы берете деньги для развития. И вы, соответственно, производя какой-то товар, вы его продаете, имеете прибыль, и с этих денег отдаете кредиты. Не важно, сколько у вас там бы этот кредит не был, вы можете себе позволить его уже отдать. Латвия, конкретно за Латвию буду говорить, хотя в Литве, в Эстонии та же самая ситуация. Она берет кредиты. На что? На свою инфраструктуру внутреннюю, чтобы в карман чиновникам положить. Политическая элита тоже заработать хочет, которая совсем уж там наверху. Но у нас нету производства. А с чего мы будем отдавать? Каждый ребенок, который сейчас в Латвии рождается, уже просто сходу должен 4 тысячи евро. Представляете? А как он будет отдавать? Что он должен делать? Он должен ехать за границу, заработать денег, привезти обратно в Латвию? Ну реально, вот по внешнему госдолгу Латвии каждый должен 4 тысячи. Плюс-минус. Нету производства. А закройте нам вот этот финансовый поток кредитный, что будет? Будет дефолт. Все, нету Прибалтики, вообще так таковой. Мало того, что она вся продана давным-давно шведам, англичанам, немцам. У нас ничего своего нет. Вам, как жителям Республики Беларусь, непонятно, наверное, почему я так восхищаюсь вашей страной. Ведь дело в том, что не секрет, я там уже прожил все-таки 37 лет. Это вся моя жизнь. Я там родился, я знаю каждую мелочь. И я одно время даже сам ездил как в дальнобой. И, конечно, я много стран посетил. Я, в принципе, в каждой стране Евросоюза был. Причем с самого низу до самого верху, даже за полярный круг заезжал. И я скажу так. Это красиво выглядит картинка, когда вы как турист. Когда вы смотрите глазами такими, когда вам не нужно думать о том, что вам завтра заплатить за что-то надо. Вам надо на работу пойти. И чтобы хватило этих денег, вам надо взять овертайм так называемый. Это сверхчасы. Чтобы вы могли себе позволить те же самые коммунальные оплатить. Ну и все вот. То, что связано с жизнью, бытом. Мы об этом не задумываемся. Потому что мы отдыхаем. А когда реально ты окунаешься в эту жизнь европейскую, ты начинаешь немножко по-другому смотреть. Я очень много людей видел, которые приезжали из Республики Беларусь, из Украины. Работали у нас. Выдерживали полтора-два месяца. Ломались и уезжали обратно. Но первое время у них глаза горели. Они так хотели вот это Европа. Ведь мы столько наслышанная Европа. Каждый блогер из своего, извините меня, утюга орет о том, что приезжайте, как в Америку зазывают. А на самом деле почему они это делают? Потому что у них, скорее всего, какой-нибудь договор с какой-нибудь агентурой, агентством, так называемым, рабочим, которые просто платят проценты за то, что если он находит какого-то работника. Конечно, легче на камеру что-нибудь там рассказать, как у нас все прекрасно, картинку красивую сделать. Приехал работник, получил свой процент. А если таких 10 человек, а если таких 100 человек, так вообще можно шикарно жить, ничего не делать. Поэтому как бы многие разбиваются, верят таким блогерам, верят пропаганде прозападной вот этой. Они приезжают, в реалии окунаются и разбивают свои мечты. Какие реалии сталкиваются люди, вот наши с Республики Беларусь, со стран бывшего Советского Союза, приезжая в Европу. Самое главное, что если у вас есть высшее образование, оно там не котируется. Вам нужно его подтверждать. Может быть, из 10 человек 1-2 подтвердят его. Но по специальности он не будет работать. Он начнет с самого низа. С одной стороны, это правильно, как бы честно, по отношению к своим гражданам Евросоюза. Потому что им тоже надо работать. Они все-таки больше привилегированы и как бы могут, соответственно, как бы себя выше считать. Но с другой стороны, получается так, что забудьте о своих годах университета, школы. Вы будете, в принципе, выполнять функции робота. То есть, скорее всего, вы устроитесь только на завод, либо водителем. Вот там, где крайне не хватает именно людей своих, европейских. И, соответственно, вы будете просто из жизни тратить 8 часов. Это минимум. Если вы хотите нормально жить, вы будете по 10 часов работать, а то и по 11. Только для того, чтобы, ну, скажем так, как-то выживать. Потому что работая 8 часов, у вас не будет хватать, скажем, каких-то денег, чтобы снимать квартиру. Чтобы позволить себе раз в неделю куда-то выйти, там, с девушкой или с парнем своим. У вас не будет этих возможностей. Вы будете постоянно вот в этой, в этом колесе, как белка. И еще я хочу добавить, что мы в Европе, это третий сорт. Если до этого так это не чувствовалось, ну, вот русскоязычные, на самом деле, неважно откуда. Республика Беларусь, Россия, Украина. Мы русские. Мы не говорим на одном языке. Даже если мы будем говорить на разных языках, мы все равно будем русскими. И для них мы третий сорт, который просто представляет из себя дешевую рабочую силу. И вот эта дешевая рабочая сила просто нужна для того, чтобы поддерживать свою экономику. Так как местные не хотят там работать. Прибалтика вошла в Евросоюз только из-за того, чтобы получить бесплатную рабочую силу. Ну, почти бесплатную. И плюс, естественно, чтобы свои местные компании большие в Германии, Италии, Франции, это, в принципе, три таких главных локомотива Евросоюза, могли дальше расширяться. Единственное, есть, конечно, такая категория людей из Республики Беларусь, опять же. Которые говорят, что, вот я когда веду свой блог, об этих вещах рассказываю, что что ты врешь, неправда, я дом построил себе, там, семью обеспечил, машину новую купил за счет Европы. Но в основном, я могу поспорить, это 99% будут дальнобойщики. Почему? Потому что они ездят по всей Европе, они не тратят за квартиру, за коммунальные, другие какие-нибудь налоговые отчисления. У них обычно идет минималка и плюс командировочные. Это Польша так их трудоустраивает, либо Литва. Это две страны, которые позволяют украинцам и белорусам как бы официально находиться в рабочем положении в Европе. И, конечно же, они, да, они довольны. Я согласен. Они привозят с собой деньги, покупают машины, строят дома, потому что могут себе позволить только за счет вот каких-то таких вот нюансов, которые не тратятся в Европе. По поводу нашей пропаганды европейской, шикарной пропаганды, работают они действительно хорошо. Честно скажу, как и службы госбезопасности латвийская, пишут полнейшую ахинею. То, что рассказывают у нас про Россию, про республику Беларусь, вот возьмем, допустим, конкретно нашу страну, вот Беларусь, да, рассказывают такие моменты, что здесь диктатор, здесь страшно. 20-й год, вспомним, как жестко. У нас показывали только, что ОМОНовцы бьют простых граждан, а что, допустим, некоторые граждане себе позволяли, этого нам не показывали. Зачем? У нас телеканал «Дождь», это же вообще что-то с чем-то, который бежал из России, у нас поработал, три месяца хватило им. И даже латыши их просто взяли и выкинули, потому что они все равно русские. Даже они показывали тогда, преподносили так с той стороны, что здесь все, полная разруха, что люди здесь выживают, кушать здесь нечего, платить нечем за квартиры. В общем, поэтому народ встал и пошел, вот понимаешь ли, свергать диктатора. А ситуация-то совсем другая. Мы прекрасно понимаем, как делаются оранжевые революции, вот это все. Адекватные люди это все видят, которые интересуются этой темой, которые заходят, по крайней мере, в интернет где-то пытаются вычитать, либо на каких-то телеграм-каналах. И тут не надо быть особо сильно умным, чтобы понять и сложить вот этот весь пазл, вот как бы, чтобы логически себе картинку выстроить. Но наша политика как работает? Она заблаговременно, скажем так, уже издавна после распада Советского Союза, вела к тому, что деградировала всю молодежь. Закрывала школы, закрывала даже школу милиции, потом полиция так называемая. И люди, в принципе, без какого-либо даже критического мышления, они не умеют сами соображать. Им важно, их заставили работать с утра до вечера, чтобы они только думали, как выживать. И они уже потеряли, наверное, какую-то свою такую идентичность, ответственность за себя и за свою жизнь, за своих близких, а также семьи, что им легче, пускай за меня там решат наверху, а я только отдамся по течению, скажем так, поплыву дальше. И, соответственно, у нас выросло поколение деградантов. Я не побоюсь этого слова. Молодежь не понимает, что хорошо, что плохо. Допустим, то, что у нас навязывают ЛГБТ, вот это вот движение. Полиция, сотрудники полиции, откровенно говоря, очень глупые ребята. Выполняют только приказы, ссылаются на какие-то там законы новые, введенные, которые идут полностью в разрез с гражданами Латвии. Либо трактуют этот закон, как хотят. Суды трактуют свои решения какие-то. То, что делается, это, не знаю, это полнейший крах. Люди сами себя уничтожают. Я имею в виду вот эта политическая элита, она, наверное, думает, что, заработав много денег, что, построив таким образом всю систему, продавшись за чемодан денег, за правильное какое-то голосование в нашем Сайме, главном законодателе страны, что они потом куда-то уедут, и у них все будет хорошо. Да нет, этот хаос они везде вот так вот творят. Наша страна маленькая, еще одна маленькая, а вместе-то уже какая-то большая площадь, большое количество людей. И вот этот хаос везде поселяется так потихонечку. Там, где как раз вот процветает вот этот вот капитализм. Так вот, пропаганда что нам рассказывает? Что Россия осталась наедине, что Лукашенко тоже один в итоге остался. Да, у него получилось выставить. Что Китай никогда не будет дружить с Россией. Но, как мы видим по последним новостям, Сен-Цзиньпин прилетал к Путину. Лукашенко просто почти уже, чуть ли не на «ты» здоровается с Сен-Цзиньпином. Это его реально друг. Сен-Цзиньпин очень уважительно к нему относится. Мы видим, как их встречают Китай, лидеров России, Беларусь, допустим, с трапа самолета, там, оркестр, стоят военные, все главные политики страны. Приезжает какая-то Урсула Вундерляйн, там, извините, ее потом отправляют через аэропорт как простого гражданина, там, я не знаю, или просто туриста. Это прекрасно. Это все показывает, что есть на самом деле. Но все равно есть упорты, которые, вот молодые, которые, вот, скажем, в школе плохо учились, так как наши учителя советской закалки уже давным-давно ушли, а учителя новые, которые были подготовлены, они полностью прозомбированы ЛГБТ вот этой пропагандой, они не учат детей, они просто рассказывают, как хорошо надо жить, как надо, там, может быть, заработать, какие-нибудь, чуть ли не насмотревшиеся Ютубе, наверное, курсов вот этих вот великих, даже я не знаю, как это правильно назвать, информаторов по бизнесу, ну, инфо-цыгане, по-другому сказать, можно еще. И вот то это детям и преподают. Дети, соответственно, интересуются политикой, воспринимают то, что говорят у нас в государстве, готовы идти даже воевать с Российской Федерацией, называют нас орками, потому что верят только СМИ вот этим вот, опять же, журналистам, которые необразованные там работают, либо такие журналисты, которые просто без совести и продались. И вот так это все у нас построено. Я скажу честно, мое личное мнение, может быть, это будет жестко сказано, но я не верю, что даже если всей страной встать, Латвии, допустим, я буду говорить за Латвию, потому что я все-таки гражданин Латвии, и мне очень стыдно за свою страну. Но даже если люди встанут все, я не думаю, что что-то поменяется, потому что мы же в блоке НАТО. А НАТОвцы, я даже не думаю, что это против России. Я даже думаю, что это такая кухня внутренняя, которая в случае чего может быстренько остановить народ, где они, в принципе, и базируются. 15 декабря 2022 года я въехал на территорию Республики Беларусь. Точнее, бежал из Европы в Республику Беларусь. Скажу так, первые дни у меня были очень стрессовые, я вообще ничего не соображал, я не видел, что, чего здесь, как происходит. Моя одна из подписчиц в ТикТоке, она мне очень сильно помогла. Она заранее договорилась с хозяином квартиры, в общем, зарезервировала под меня комнату в трехкомнатной квартире, в которой я прожил три месяца. И я не знаю, как, может быть, мне либо везет, либо все люди такие очень добрые, отзывчивые и хорошо к тебе относятся. У меня что хозяева квартиры, что одно и что второе сейчас на данный момент, которые я снимаю, всегда в положение входит, всегда очень приветливые, всегда очень такие доброжелательные. И вот эта подписчица мне очень сильно помогла, Анна, если ты смотришь, тебе привет. Она зарезервировала эту комнату, она помогла мне первое время со всеми этими официальными инстанциями, там, сюда надо пойти, туда надо пойти, дала информацию, адреса, гуда, что, чего и как. В принципе, она очень сильно мне морально помогла и поддержала. Я даже скажу еще такую вещь, я приехал сюда настолько налегке, у меня был маленький чемодан, где была рабочая одежда, где было две майки, две пары джинс, одна пара ботинок, телефон, компьютер. У меня еще был этот, в общем, я не помню, как он правильно называется, гамбл, в общем, чтобы телефон не тресся при съемке, так как я все-таки как блогер, я занимаюсь видеоконтентом, производством. У меня даже были часы дорогие. Я приехал с 200 еврами, я понимаю, что этих денег не хватает, и вот я заплатил там за комнату, я прожил на эти деньги полтора месяца, на 200 евро, и мне этого хватило. Я уже немножко был в таком шоке. Блин, не такая же большая сумма-то на самом деле. Я начал интересоваться, сколько люди зарабатывают. Мне в блоге писали, ага, ну давай, давай, посмотрим, сколько на тебя хватит времени, и когда ты побежишь обратно в Европу. Вот там тебе понравится, 200-300 рублей ты в месяц будешь зарабатываться. Я думаю, откуда они такие цифры берут? Если честно, сначала было страшно, я тоже не понимал, как это так, 200-300 рублей, но это же невозможно, наверное. Потом я здесь познакомился с девушкой, с которой я сейчас встречаюсь на данный момент. Она работает на заводе, она зарабатывает полторы тысячи рублей в месяц, это минимум. Я думаю, ну что за бред? Какие 200-300 рублей? А в основном-то кто слухи распускает? Ваши 20-ти годники, которые сейчас очень хорошо себя чувствуют в Польше. И, наверное, сейчас они реально понимают, что они потеряли, и начинают наконец-таки любить Родину. Вот к чему я клоню. И здесь со временем вот так вот пошло-поехало, ну как-то потихонечку, но все равно я уже как-то начинаю осознавать, что здесь происходит, как здесь люди живут. Все очень в порядке на самом деле. Я действительно не разочаровался, приехав сюда. То, что я, наверное, когда-то думал или мечтал о том, что я буду чувствовать себя как дома, вот здесь, наверное, первый раз я и почувствовал себя. Вот именно вот в том амплуа, которым я себе где-то рисовал в голове, мысли какие-то были. Опять же, повторюсь, люди здесь очень добросовестные, приветливые, которые готовы всегда прийти на выручку, помочь. У меня еще также есть подписчик Александр, который тоже... Меня везде такой Рома, блин, он настоящий патриот. Он настолько гордится Белоруссию, что он все время говорит, Ром, поехали туда, я вот еду в этот город. Он хлеб разводит, простой работник. Я говорю, ну давай, поехали, мне же тоже интересно. Он рассказывает внутреннюю кухню, вот это все. Как люди относятся друг к другу. Я даже видел такую ситуацию, даже несколько, когда была авария, ну небольшая такая, просто там машины царапнулись, мужчина сразу выбежал к другой машине, там начал беспокоиться, что-то чего-то вокруг нее бегать, там человека вытащил, спрашивал полчаса, все ли с вами в порядке. У нас врезались бы, каждый только за себя бы, думал бы и все. Потом я когда вижу детей, ну школьного возраста, которые, ну как бы это смешно и популистически, я не знаю, или как это называется, не звучало, но, наверное, все-таки в воспитании детей здесь есть такое, помогать старшим людям. То же самое, бабушку перевезти через дорогу, сумки ее тяжелые взять. Двое абсолютно незнакомых человека друг к другу, молодой и пенсионер пожилого возраста, в общем, вот так вот стыкуются на улице, друг другу как бы помогает, бабушка может там какое-то на другое учение умное преподаст ребенку, а ребенок поможет вот и сумку отнести. Места уступают в общественном транспорте. Я всю жизнь ездил на машине, но у меня были такие моменты, когда в Латвии приходилось ездить на общественном транспорте. Молодежь сидит, ей все равно, кто там, чего зашел, не уступает места. У вас прям это говорят везде, у вас очень сильно социальная реклама развита. Молодежь действительно встает со своих мест, бабушке предлагает присесть или дедушке там. У вас ветеранов поддерживают, у вас 9 мая, насколько вот все в мелочах тогда вот это все показывается, насколько вы умеете хранить историю. Опять же эти баннеры, где написано там, мы охраняем твой дом, пока ты там на работе, либо куда-то уехал. У вас охрана принадлежит государству. Это как подразделение милиции, я так понимаю. Это круто. У нас частная компания, ну, одна машина там на весь район может стоять. А что, если будет в двух местах одновременно, что-то произойдет? Не успеют. А по договору будут правы, что не приехали. Так и так, там есть какие-то сносочки, рисочки там, не знаю, юридические всякие моменты, когда частная компания всегда будет в выигрыше, в отличие от государственной. Государственные обязаны все-таки как-то заботиться о своих гражданах. И так во многом. То, что я здесь наблюдаю, вижу, да, есть, конечно, тоже недовольные. Может, кто-то себя не нашел в жизни, может, зарабатывает, в принципе, как бы на все хватает, но он хотел и что-то ожидал от жизни больше. Не у всех всегда у нас получается. Мы все мечтаем стать космонавтами, президентами, политиками, предпринимателем. Предприниматели, это же так круто, крутая тачка, деньги в кармане. Но это не то. Только с возрастом понимаешь, что, опять же, как я и говорил до этого, да, что это семья, это стабильность, и это все-таки, наверное, в моем понятии счастья, это когда вот домик небольшой, есть свой огород, где ты можешь копаться, работа, жена там варит, не знаю, кофе варит, короче, и так далее, все в этом духе. Когда ребенок у тебя, там, в садик ходит спокойно, где нету вот этой тупой пропаганды. Как в школе, в сало спился, в прошлом году была неделя толерантности, это в Латвии, когда сказали девочке, вы приходите в брюках всю неделю, мальчики, вы можете спокойно приходить в юбках. Кто поддержит, тому еще и отметку хорошую поставим. Неделя толерантности, это мы самых таких годов, годов, когда дети, они как пластилин, ты что хочешь, то с ними и делаешь, лепишь, кого хочешь. Они это начинают воспринимать нормально. Вроде второй так сделал, третий сделал, четвертый, ну, значит, и я так могу. Мэр города Риги, вместо того, чтобы заботиться об асфальте, когда снег сошел, у нас одни ямы там, у нас деньги вообще, в принципе, если они выделяются куда-то, то они, соответственно, как бы очень хорошо осваиваются политиками, но не как строительными компаниями. Он открывает гей-клуб, мэр города Риги. И вот это все идет только в одном направлении, а здесь праздник семьи, баннеры, цени семью, семья самая дорогая, драгоценная. Но я хочу в таком обществе жить. Я не хочу в обществе жить в этом европейском, извините меня, либерастическом, когда все позволено. Я вообще считаю, что нашему человеку должна быть, ну, такая жесткая рука. Если ты живешь честно, если ты честно зарабатываешь, чего тебе бояться? Все нечего бояться. Наоборот, милиционеры, это будет твоим другом, а не каким-то тем человеком, как в Латвии воспринимается, ой, не дай бог, на меня полицейский посмотрит. Не дай бог. Хоть ты и честно живешь и так далее. Потому что там вся эта капиталистическая система, выстроенная так, что есть государственная полиция, а есть муниципальная полиция. Муниципальная полиция, это все, что связано со штрафами, административка так называемая. И эта частная полиция именно этим и занимается. А как и любому предприятию частному, в ее интересах что? Доход. И поэтому, не дай бог, что-то там, чего-то не так, просто рожей не вышел. Давай-ка мы ему штрафик нарисуем. Вот таким образом. Но в последнее время, честно, тоже скажу, что граждане Латвии начинают, некрасивое слово произнесу, произнесу, забивать, даже на полицейских. Потому что понимают, что страна катится в яму. Вот и все. В республике Беларусь, я такого не наблюдаю, здесь совсем все по-другому устроено. Здесь люди ценят то, что имеют, ценят свою власть. Не все, опять же. Есть и тихие, и застихарившие, наверное, после 20-х годов. Но это им урок. Они прекрасно понимают, что если еще раз такое что-то выкинут, но они в этот раз уже пойдут по очень серьезным статьям и, скорее всего, на очень долго присядут. Лукашенко пользуется уважением у народа. 20-й год он очень сильно показал. Во-первых, он дико рисковал, приземлившись на вертолете с автоматом на плечах, с колей. Когда вышли они из этого вертолета и пошли благодарить силовиков, причем каждому руку пожал Лукашенко, поблагодарил за то, что они стоят за свою родину, за честь и за то, чтобы не отдать страну просто ну, как бы на растерзание. Он сыном был. Это очень сильно, на самом деле. Это даже эмоционально такое, ну, как бы, не знаю, вот все адекватные люди, как я уже когда-то говорил, даже в своем блоге, в Латвии, допустим, понимали, что происходит и очень переживали, выстоит ли этот режим, так называемый у нас в Европе, диктатуры. Нам бы такую диктатуру, скажем так, по-честному говоря. Кстати, я скажу, что европейцы, когда говорят, что у вас диктаторство, они очень сильно лукавят. Возьмем, пример, опять же, ту же самую Латвию. В 30 лет, по сути, у власти сидят одни и те же самые люди. Никто не меняется. Меняются просто члены семьи, друзья, но на самом деле все те же самые люди. И это те самые люди, даже можно смело их называть ставленниками американцев, просто продавшиеся. Поэтому они так таковые ставленники и считаются, грубо говоря. Но опять же, у них есть двойное гражданство, потому что им для, скажем, того, чтобы они творили те вещи, которые они творят в Латвии, как гарантию за какое-то, ну, не знаю, наверное, достижение в латвийской политике дарят еще и гражданство, чтобы они всегда могли собрать чемоданчик совсем необходимым, с денежкой на счете и улететь в очень теплые, хорошие края. Я не знаю, у Лукашенко, мне кажется, нет двойного гражданства, я надеюсь. Ну, значит, все хорошо у вас. Человек действительно заботится о своих людях. Человек, который не побоялся и показал, скажем так, свои зубы, наверное, тем людям, которые хотели что-то здесь нехорошее устроить, но он, как минимум, достоин уважения. И люди это поняли, люди это ценят. Я скажу, что у Лукашенко очень много фанатов, на самом деле, в Европе, потому что там есть много адекватных людей. К сожалению, это не среди молодежи, но начиная там, допустим, с 35 лет, многие люди это понимают. И многие хотели бы видеть его так же президентом и той страны, которой человек это понимает. Такая вещь, как взаимодействие со своим же опять народом. Почему я так думаю, что народ уважает Лукашенко? Я вот сам включаю, когда телевизор, я смотрю, вот там какие-то брифинги, там Лукашенко говорит политикам, что нужно делать, каким-то министрам. Министры, я вот часто замечаю эту картину, они боятся глаза наверх поднять и посмотреть на него. Но это уважение. Не в том плане бояться, что как бы вот что-то за этим последует, а то, что придется отчитываться за свою работу, за проделанную работу, это такой хороший хозяйственник. Посмотрите на президента Латвии, левец, с двойным гражданством, немецким. Человек, когда народ пришел ко дворцу президента, побоялся выйти поговорить со своими гражданами страны. А когда гимн звучал при открытии какого-то очередного там памятника нацисту, он даже шапку не снял. Да, он стоял, но он даже свою шляпу не снял с головы во время государственного гимна. Как это возможно? Это представитель всего народа. Это должен быть пример для своего народа. А народ его просто ненавидит. И это правда. Ну, есть, конечно, которые, да, мы верим тебе, левец, давай, делай, круши, ломай страну, разбазаривай ее. Есть и такие. Ну, это обычно те люди, которые просто имеют какие-то экономические связи там с той же Германией, США, которым просто невыгодно терять свои вот эти экономические цепочки. Вот и все. Но в большинстве это в своем народ, простой рабочий класс, который работает и, в принципе, платит те же самые налоги, чтобы содержать так называемого латвийского президента. Ну, о чем мы можем говорить. Поэтому для меня это авторитет Лукашенко, конкретный авторитет. Я об этом часто говорю. Я рассказываю в своих блогах, что если вы мне не верите, вы, конечно, можете поехать за границу, полюбить там другого президента, который якобы все делает для своих народов. Но когда вы реально окунетесь в реалии, поработаете там где-то, вы гарантирует через полтора тире два месяца очень сильно полюбите свою родину и вернетесь обратно. То, что принадлежит все государству, это социальная экономическая модель. Я уже, как и говорил, если, допустим, у вас появится очень много частников, эти частники заинтересованы всегда в прибыли, максимальные, причем применимыми вкладе своего труда, ну, либо каких-либо вообще действий. Соответственно, это полностью будет уже потом тогда выстраиваться такая цепочка оббирания народа. Это же экономика. Компании между собой борются за качество, за, там, не знаю, продукцию, чтобы побольше ее где-то пропихнуть. Соответственно, частные компании, когда они набирают большие обороты, большие прибыли, они заинтересованы лоббированием своих интересов в политике той же самой, а получается и политики тогда у вас начинают быть очень сильно зависимыми, понимаете? и все это очень сильно взаимосвязано. У вас есть бизнес, да, но он маленький этот бизнес, а такие, ключевые моменты, как сельское хозяйство, машиностроение, энергетика, это все государственное и это прекрасно. Вы, по крайней мере, точно можете быть уверены, что не заплатите, как в Латвии законодательном, там, 500 евро, допустим. Вы можете рассчитывать на государство. А плюс, когда государственные такие компании большие имеют доход, это, опять же, ваша же гарантия того, что у вас будет пенсия, по крайней мере. А что у нас в Латвии будет, простите? Когда Латвия берет кредит, ей нечем отдавать, в день она только 2 миллиона выплачивает по процентам, это действительно так, это можете сами перепроверить через Google, там, неважно как. А на пенсии денег не хватает, поэтому что остается повышать пенсионный возраст каждый год, потихонечку, то, что произошло во Франции и то, что люди очень сильно недовольны, потому что прекрасно понимают, один раз допустят такое, потом будет еще раз такое, и в итоге люди будут в 90 лет выходить на пенсию, когда уже 85, извините, или там 80, да хорошо, если в 75, они еще живы будут вообще, и доживут ли они до этой пенсии. я более чем уверен, я более чем уверен, что в Латвии, если все будет так продолжаться, даже моего поколения люди, ну а-ля 40 лет, они уже пенсии не дождутся, ее не будет, невозможно выплачивать. Чем? Дикий капитализм. Капитализм, он такой, он должен постоянно расширяться, но когда не хватает уже места, куда расширяться, начинает проявляться, ну это если так глубоко входить во все вот эти вот нюансы, там, тогда появляется национализм, на этой почве вот надо разделять народ, надо их стравливать, там уже начинается военка по полной программе работать, соответственно, есть куда деньги дальше вкладывать, что-то производить, продавать, появляется фашизм, и вот это все очень сильно взаимосвязано с капитализмом. А социализм, он не подразумевается под собой вот эти вот все вещи, которые я только что назвал. Президент наш, левец, блин, катается на мерседесах, на БМВ, в Англии, возьмите пример с англичан, если вы так хотите, там же полицейские бегут, рядом кортежик едет, а тут маленький народ, маленькая страна, и левец покупает себя за счет налогоплательщиков, когда страна такой по процентам платит 2 миллиона, кредит, проценты, покупает себе семерку БМВ, которая стоит за, за 200 с чем-то тысяч евро. Ну, какой это народный президент? Ну, никакой. Я понимаю, если бы он был бы президентом Российской Федерации, это действительно человек со статусом, он на 2-3 суши правит, реально правит, и с ним нужно считаться, и у него каждый день риски, как и в Республике Беларусь, у Лукашенко, мы это видели по 20-м годам, там нужна действительно охрана. Эти люди, которые не побоялись вместе с Китаем, идут против Запада. И мы сейчас видим, что и доллар крушится, и это гегемония, скорее всего, в ближайшее время пропадет. так что спасибо нашим российским, белорусским и китайским президентам. В Латвии еще до того момента, как приехал сюда в Республику Беларусь, я еще за года два, наверное, когда начал заниматься активной своей деятельностью, там, за права граждан Латвии заступаться, за русскоязычных, опять же. У меня был такой, наверное, протест, не то, чтобы, главное, выйти и показать, что я недоволен. Я именно создавал видеоконтент, и хочешь не хочешь, я как бы вопреки стал блогером. Я скажу так, там, возможно, что-то получалось, да, кто-то видел, глаза свои раскрывал и действительно понимал, какие вещи происходят, но так как мне пришлось все равно покинуть Латвию и приехать сюда, у меня вообще сейчас такая двойная ответственность. Я как бы, мало того, что глаза раскрываю там в Латвии, нашим местным латышам. Кстати, я их всегда делю, политическую элиту и граждан Латвии, потому что народ не виноват, что у нас там сидят вот эти узурпаторы власти. Ну, отчасти он виноват, конечно, за свое молчание, когда-то, когда еще можно было что-то сделать. Сейчас уже точка невозврата, в моем понятии, она уже пройдена. Все. Теперь надо только запасаться попкорном, включать телевизор, каждый вечер смотреть новости и смотреть, что там происходит. И я, когда приехал сюда, да, я начал двойным таким делом заниматься. Во-первых, я начал людям, гражданам Республики Беларусь рассказывать про Европу, рассказывать, как там есть на самом деле. Потому что у вас все-таки местные СМИ, они, ну, они такие очень добрые, верят во все, что мир во всем мире. Это хорошо. У вас политика созидания. Вы даже представить себе, не можете, что бывает и другая политика, уничтожение. То, что происходит вот как раз-таки в США, в Европе. Мы видим вот этих бомжей, наркоманах на улице, хотя другие показывают другую красивую картинку. Я, если даже захочу, я не могу здесь найти бомжа в Республике Беларусь, чтобы отснять, какая у него плохая жизнь. У него все равно будет какая-то комната, либо там, не знаю, квартира, где он живет и, по крайней мере, имеет свою крышу над головой. Вы понимаете? А в Латвии, да в Латвии пруд пруди таких людей, которые просто остались на улице в свое время из-за того, что не смогли проплатить коммуналку. А вы знаете, что по законодательству латвийскому это где-то уже работает полтора или год? Новый закон вступил. Если у тебя долг превышает трех месяцев, неоплаченных по коммуналке, судебный исполнитель эту квартиру берет под арест, выставляет на торги, продает за копейки, отдает тебе разницу, такую подачку, на, возьми. А продается эта квартира скорее всего своим же людям, а потом продается по рыночной цене. А почему такой закон был пролоббирован? Я думаю, ответ понятен, очевиден. Как раз таки вот такие вот консультанты по недвижимости и наши судебные исполнители очень неплохо зарабатывают. Капитализм. Опять же, придем к этому. Так вот, приехав сюда, я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я тоже, у меня часто блокируют аккаунты. Я тикток, наверное, уже шестой поменял. У меня было так, что я в месяц по просмотрам выходил от 4-7 миллионов просмотров. Понятное дело, что это могут быть некоторые люди те же самые, просто еще другой новый ролик смотрят. Ну, просто вот, как бы, статистика такая была. Знаете, вот в жизни, наверное, мне повезло. Меня в жизни, как бы, окружают очень адекватные и хорошие люди. Меня тоже увидели. Я познакомился здесь тоже с человеком из Литвы. Он не просит здесь политубежища, прошу я. У него здесь есть форум добрососедство. Вот они устраивают форумы, они встречаются, он сам ездит на другие мероприятия, где деканы, где всякие политические деятели обсуждают вот эти ситуации, что происходит вообще в мире. И какие-то пытаются выстраивать цепочки, как можно выйти на кого-то, что-то, чего-то. В общем, какие-то экономические взаимосотрудничества наладить между странами. И вот один из основателей, я его сам заметил когда-то, я решил, думаю, блин, сделаю я с ним интервью. Вот я с ним созвонился, ему настолько нашли общий язык, у него точно такие же взгляды, как у меня. У нас вот эта вот уже сама идеология, то, что, кстати, было в Советском Союзе, очень сильно объединяло людей, идеология, я латыш и литовец. Хотя как бы между нами вот так вот эти народы как бы не особо дружат. И они даже, скажем, все время ищут свое какое-то превосходство. Вот идеология объединяет, как и это было в Советском Союзе, когда все разные по национальностям, но жили в одной большой, крупной такой семье. Меня часто также в комментариях спрашивают, какой ты политбеженец там, или беженец из Прибалтики, Латвии, у тебя, кто пишет белорусский акцент, кто говорит, что ты на чистейшем русском языке общаешься. Блин, ну надо же понимать, что в Латвии реально где-то 50% русскоязычных и 50% латышей, ну таких, которые действительно латыши. Ведь как было, ведь мы все бывшие страны Советского Союза, и в Литве очень много русскоязычных, и в Эстонии так же самое. В свое время, в советское время родители, моих родителей, бабушки и дедушки по всем сторонам съехались в одном месте. Тогда были комсомольские стройки, они поперезнакомились между собой. Вот так вот, ну как бы все и получилось, пошло, поехало. Я сам родился в Латвийской СССР, горжусь этим. Меня вот спросили в миграционке, кстати, ну вот вы сюда переехали, а вы готовы отказаться от латвийского гражданства? Я говорю, да, я родился в Латвийском СССР, и я считаю, что это уже не моя страна, Латвия, потому что ее полностью под себя подмяли совсем другие страны, которые воруют и обворовывают нас и делают нищими. Я с гордостью бы стал гражданином Беларуси или Российской Федерации, потому что по сути у нас одинаковые права. Я даже могу с белорусским паспортом поехать туда работать или с российским гражданством приехать сюда работать. И у нас очень хорошие отношения между этими странами. А так и должно быть, это нормально, а не когда, извините, люди бегут от нищеты, от голода и всего остального. Так вот, я русский язык, у нас в семье общались все на русском. Мы сохранили это как-то. Хотя я, кстати, разговариваю на латышском языке как на родном, без акцента. Даже не понять, латыш я или русский. И таких людей много. Хотя есть и старики, которые вынуждены были принять российское гражданство в Латвии, чтобы получать пенсию российскую. А все почему? Потому что в России пенсия выше, чем европейская, латвийская, на которую невозможно выжить. Вы понимаете? А сейчас этих людей терроризируют. У этих людей уже был свой склад, своя компания, работа, где в своем круге, круге общения они общались на русском языке. И из него никогда не выходили. Естественно, они латышского языка не знают. И сейчас наша политика заставляет их сдать экзамен по латышскому языку. И если вы не сдадите, то вы все, кто имеете гражданство Республики Беларусь, Российской Федерации, вы обязаны будете покинуть страну. Это примерно будет в декабре, в январе месяце. То есть, ну, как бы вот эта точка, когда уже надо будет это делать. Не знаю, если каких-то поправок не будет. И представляете, что этим людям вообще делать сейчас, на данный момент? Вообще, ну, просто, я даже не понимаю. Язык они не сдадут, потому что выучить язык за полгода это невозможно. Просто невозможно. И вот так вот всячески издеваются и реально выталкивают людей, которые также платят налоги. Даже с пенсии налог же снимают также для государства, чтобы прокормить вот это вот все. Есть одно плохое слово, и потом братья сразу идет. Вот так, чтобы понимали. Вот так их надо называть. По-другому нельзя.